Так, продолжаем тему, история христианства, завершаем даже тему, увы, но последний час. Третий час, пятого дня, история христианской церкви, история христианства. И об истории церкви, конечно, так вот, голубым по Европам не хотелось бы сейчас, но вскользь можно. Основные этапы, мы запомнили в 18 веке, Ивана Ивановича Мелессина запомнили, да? Ну, Ломоносов, тоже можно назвать его реформатором, хотя он не был таким, ну, большим реформатором, но его предложение, его, ну, как бы участие очень и очень важно. В Украине в это время был тоже реформатор, известный очень, Григорий Савич Сковорода, фамилия. Григорий Савич Сковорода, он похож на Ломоносова по судьбе своей, тоже учился вначале в Украине, потом учился в Европе. Но когда вернулся в Европу, с Европы вернулся уже в Украину, то он, ну, по сути, отказался от должности священнослужителя. И он уже не был, не как священник был, а был, ну, философом таким, странствующим философом. Писал сказки, притчи рассказывал, обучал детишек и был таким народным учителем. И, по сути, он предлагал такие перемены, такие изнутри, духоборы, молокали, многие его очень сильно уважали, очень почитали. Кстати, о, еще момент. В это же самое время, если, допустим, Ломоносов, там, значит, там, Мелесину, Сковорода, ну, перед тем, еще, Тверетинов, еще, перед тем, это все попытки были сверху, как бы, что-то изменить. То из самого народа, из простонародья поднималось большое движение в то время. То есть, не только были попытки сверху что-то сделать, переменить, да, но и снизу самого, самого простонародья. И при том, это было, ну, совершенно обычными, даже неграмотными крестьянами сделано было. Движение. Запишите два основных таких течения, что ли, в то время, в 18 веке известнейших. Это вот духоборы и молокани. Духоборы и молокани. Духоборчество, духоборье, духоборы. Кто такие духоборы? Есть разные версии. Есть выражение старое, славянское такое еще. Духом побораем. То есть, победители духовно. Или побеждающие духом. Побеждающие духовно. Вот, или борцы духовные, что ли, будем так говорить. Борцы духа. И, в общем-то, есть другие, всякие, значит, указания на это слово. А вообще, основателем этого движения был Колесников, Силуан. Имя его зовут. Силуан Колесников, отметьте себе. Духоборье? Что Бог есть дух, и поклоняющийся ему, нужно поклоняться в духе и в истине. То есть, это, как бы, собственно, главное его откровение. Силуан Колесников, по Евангелию от Иоанна, 4.24, где говорится, как раз, о разговоре Иисуса с самарианской женщиной. Где Иисус сказал этой женщине, что отец ищет себе таких поклонников, которые поклонялись бы отцу в духе и в истине. И вот Силуану Колесникову и двум его сыновьям, Кириллу и Петру, вот это было главным откровением, как раз. Поэтому, возможно, что как раз именно вот духоборы их стали называть именно потому, что откровение было о духе святом. И откровение о поклонении Богу в духе и в истине. О самом Силуане мало известно вообще. Хотя есть журнал даже такой духоборческий, на русском, на английском языках уходит он в Канаде. Дело в том, что в основном духоборы сейчас проживают в Канаде и в США. В основном. Процентов 99 всех духоборов, которые сейчас практикующие духоборы именно, проживают в Канаде. Это центральная Канада, как раз. И штаты Вашингтон, Орегон, то есть это западное побережье Аляска. Значит, и в районе Великих озер тоже. Есть духоборы. На английском выходит журнал и на русском, столбец так, есть духобор. Есть газета, есть у них библиотека свои, есть молельни свои, вот эти как бы храмы, не храмы, но когда молитвенные. Вот, и духоборы, ну тоже оказались там, в том полушарии тоже не от хорошей жизни. Знаете ли, не ради колбасных интересов они туда ехали, а спасая свои жизни, свои семьи. Большая часть духоборов оказалась в Канаде и в США в конце 19 века, благодаря этому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому. Лев Толстой, он даже, ну для них как спаситель. До сих пор вот в семье духоборческих, какие вот знали, допустим, духоборы, американские духоборы, они уже, ну, светские больше люди. И по конфессии своей они даже не духоборы, собственно, но они сохраняют как бы традицию, что мы духоборы. И, значит, и сохраняются такие интересные, как бы такие, ну, воспоминания, что именно спасителем для них, вот, для их праотцов был именно вот Лев Толстой. Лев Толстой свои сбережения, которые у него были, не так многочисленные, потому что он деньги не копил фактически. Он, вторую часть своей жизни, он вел очень такой простой образ жизни, такой, даже сам и пахал там, и, как бы, так вот. Вот, был ближе к народу, как бы, да, и какие деньги у него появлялись, он обычно их тратил там, то на какие-то школы сельские, то там, значит, там, на крестьянские хозяйства, поддержку вдов, там, сотни вдов и сирот кормились, значит, как раз вот из его бюджета. То есть, по сути, он был помещиком таким, очень таким, ну, так сказать, ну, народным таким помещиком, как бы. Вот, и, но какие деньги у него были в заначке, будем так говорить, да, на черный день, как говорят, вот, он их потратил на помощь этим духоборам. И, как раз к этому времени он написал роман свой, Воскресенье. И за свой роман, ну, он был уже писателем всемирно даже известным, обычно гонорара он малый, малый брал за свои романы, то есть, за издание. А за Воскресенье потребовал огромный гонорар, самый большой в истории тогда, ну, как бы, издательской деятельности. А почему? Потому что весь этот гонорар он потратил на, как раз, помощь этим духоборам и Малаканам. Нанял, он арендовал пароход целый в Америку, в Нью-Йорк, и перевозил тысячи семей, каждым рейсом перевозил, спасая их от расправ, значит, от убийств. Значит, и спас, ну, большую часть духоборов Малакан удалось ему спасти от физической расправы. От убийств. Потому что в конце 19 века шла речь об их уничтожении вообще, как таковом. А само движение зародилось в 18 столетии. Родилось оно в Украине, вот между Харьковской и Днепропетровской областями, вот на стыке там, как раз, Харьковской и Днепропетровской области. Значит, Харьков, бывшая Харьковская губерния в некоторых селах. Вообще считается, что они жили в селе Охочее, Харьковской губернии. И в других селах проповедовали тоже, и в своем селе других селах. О Силуане мало известно. Вот в журнале духоборческом пишется, что он был вообще из неграмотных даже мужиков. То есть он как бы не обучался грамоте, он не был образованным человеком. Но грамотность получил даром, просто как вот свыше, по благодати. Купив себе Евангелие, достав на черном рынке Евангелие, продав коробу свою, за эти деньги он приобрел вот это Евангелие на черном рынке и просил у Бога милости какой-то, кто бы смог ему прочитать это Евангелие. То есть он продал коробу, сделал шаг хороший такой, купил, достал себе Евангелие. Но вопрос был в чем, что ему нужно было как-то читать. А ни он, ни его сыновья не могли читать. Какой век был, 19-й? 18-й. И он не мог пригласить кого-то еще в селе, если даже и были грамотные люди, то если допустим вслух читать даже в кругу семьи Евангелие, это было уголовное дело. То есть это можно, ну, в Сибирь, ну лет 15 получить это минимум, ты получил это за подобное. Это приравнивалось к агитации и к религиозной деятельности и прочее. Даже не то, чтобы там в 18-м веке, даже в 19-м Лев Толстой писал про Тульскую, вот свою Ясная Поляна, другие поместья в самой Туле и в Москве в самом конце 19-го века, это 1890-го, там какой-то год, он был на заседаниях судов. Специально приезжал на заседания судов над крестьянами, которые жили в нынешней Тульской области, Московской области. Вся вина этих крестьян была в том, что они купили, изданные священным синодом, то есть синодальный перевод этот, который был в конце 19-го века, уже был на русском языке. И в кругу своих семей, то есть жена, дети вслух читали эти Библии у себя дома. А соседи донесли на них. Вот, и они получили в конце 19-го века большие сроки тюремного заключения. 10 лет минимум было, значит, заключение за подобную практику. Это приравновалось к религиозной агитации и практике религиозной. То есть ты не имел права даже официальный изданный перевод читать в кругу своей семьи, своим детям и своей жене. Это считалось уже агитацией, считалось уже религиозной деятельностью. Это что было запрещено. И Лев Толстой, уезжая к себе в Ясную Поляну после одного из судов таких, он очень сильно переживал, даже он заболел и даже на нервной почве даже слег, значит, переживания этих. Он написал, друзья, письмо такое, он негодовал просто, и писал, что мы называемся христианской страной, Синод наконец-таки удосужился благоставить перевод и издание на русском языке, пусть маленьким тиражом, но хотя люди богатые предлагали сделать большой тираж и благоставить всех людей новыми заветами или вообще всей Библией. Как, допустим, Пашков Василий Александрович или Корф предлагали вообще всем раздать новые заветы и Библии вообще бесплатно. То есть, за их деньги, за свои деньги хотели издать и благоставить. Но царское самодержавие ограничило очень маленьким тиражом издание, даже священникам не хватало, не то чтобы там прихожанам, значит, подобные издания на русском языке. То есть, с одной стороны, церковь разрешила как бы издание на русском языке, с другой стороны, всячески препятствовала распространению священописания. В общем дело, официальная церковь. Вот, и Лев Николаевич Толстой писал такое в письмах, что мы называемся христианской страной, но Библия, по сути, неофициально она запрещена. По сути, с ней воюют со Словом Божьим. И говорят, если мы христиане, то как же мы и называемся христианами, если мы воюем со Словом Божьим. И эти мужики получили большие сроки тюремного заключения. Вообще, до самого 1917-го продолжались репрессии по этой статье. И только лишь распоряжением Керенского, всякое уголовное преследование за чтение Библии было остановлено полностью. То есть, все люди, которые получили тюремные сроки, были отпущены на свободу. Была амнистия, то есть, снятие с них уголовной судимости вообще как таковой. И плюс еще Керенский выплачивал компенсации определенные пострадавшим тем, которые сидели. Около 14 тысяч штунда павтийских евангельских верующих сидели за или чтение Библии в кругу семьи, или публичное чтение, или проповедь у себя в дома, или же на улице где-то. Всем им платились компенсации, как пострадавшим при царском самодержавии. За именно совесть, убеждение своей совести. Узники совести. И, конечно, это было очень непростым движением. Силуан Колесников получил, согласно журналу этому Духоборец, Духоборья, значит, или Духоборец, значит, получил дар этой грамотности, я так понимаю, даром. Просто как подарок, слыша. Потому что он смог читать Писание, вот, и смог разуметь Писание. Вот его откровение, самое такое выдающееся было по Евангелии от Иоанна 4.24. Что Бог есть Дух, и поклоняющийся ему должен поклоняться в Духе и в истине. Вот, ну, из известных фактов, которые есть в протоколах жандармского управления. В один из дней, Силуан Колесников и два его сына, Кирилл и Петр, они вынесли со своего дома все иконы, образа, а у них был целый коностас дома фактически. Потому что он был мужиком напожным, как считалось, и помогал с ремонтом, реконструкцией там храмов от Харькова и дальше на юг. Он ездил и нанимался на работу, и ему деньгами, конечно же, ему платили за это, и священники благоставляли ему иконы, и у него был дома целый коностас, поэтому... Вот, весь коностас он вынес на улицу, и в присутствии односельчан все это сжег. Значит, и заявил, что с сегодняшнего дня он и его дом будут поклоняться Богу в Духе и в истине, без икон. В те времена это была смертная статья, хотя за выход из православия была уже не смертная казнь, а тюремное заключение или же ссылка, но за вот подобные деяния, именно сожжение икон, полагалась смертная казнь в то время, еще в 18-м столетии. Только в 19-м, после Александра I, была отменена смертная казнь по этой статье тоже. Была заменена на длительные сроки тюремного заключения. И, значит, Силуан и его сыновья оставили дом свой, взяли пожитки, какие могли, и с тех пор их в селе в этом официально не видели. Неофициально они еще появлялись там. По крайней мере, из доносов жанровского управления это видно, что он появлялся в селе, но так вот, неофициально. Значит, этих протоколов, различных доносов, их очень много сохранилось. В основном, по ним можно как бы, ну, восстановить примерно, как бы, путешествие Силуана Колесникова. Полиция, потому что жандармы давали большое вознаграждение за его голову, за поимку его. Но, как выяснилось, доносы священников и некоторых крестьян, что его крестьяне, единомышленники, перевозили то в капусте, допустим, в бочках с капустой какой-то, из села в село, то перевозили в соломе какой-то, значит, перевозили. И потом уже служение проводилось у них, там, согласно этим доносам, либо, значит, в крайнем где-то хате, под покровом ночи, либо прямо в чистом поле на улице, за селом выходили. Вот, и некоторые священники, вот Харьковской губернии, вот, там десятки есть доносов этих в жандармском управлении, сохранились с подписями, все как положено, значит, архивные эти документы были опубликованы уже в наше время, благодаря, вот, значит, Решетникову историку и другим. Значит, после падения Советского Союза, КГБ, значит, уже Украина, значит, дала возможность работать в архивах, значит, вот этим историкам, одному пятидесятнику брату, это, забыл, как зовут, а Баптист, это было Решетников, историк, преподаватель, есть издания, украинские Баптисты и Российская империя, называется, и другие издания, где вот эти все вот как раз материалы публикуются, которые хранились вот до недавнего времени, вот, как бы в архивах, значит, жандармского еще управления, старого, значит, управления полицией, и потом в советское время там в архивах КГБ хранилось. И вот, значит, уже в наше время это все опубликовано, вот, большая часть документов, по крайней мере, вот, из архивов, и по ним видно, что, как бы, путешествие и пробовать, вот, именно Силуана была, ну, чудесная вообще. Его арестовали, ну, его поймали, уже, уже, как мертвого получается, там очень странная история такая. Один крестьянин сдал место полиции, где он прятался последние на месяце, и полиция, когда приехала уже на место, и окружили дом, ворвались в дом, все, ну, уже арест, вот, а он мертвый, прям на коленях, так же с Новым Заветом, ну, так и умер, вот, в молитве, то есть, как бы, его уже арестовали, уже мертвого, уже все, вот, значит, такая интересная история вообще. Но, а Кирилл и Петра так не нашли, то есть, где они, что они, вот, говорили, что они в Америку уехали, опа, и Кирилл и Петр, но данных у меня никаких нету вообще, вот, значит, то есть, возможно, что они либо уехали, либо остались там в Украине. Вот, вначале уверовавших, да, священники писали доносы в жандармское управление и в консисторию Харьковскую, жалуясь на то, что во многих селах Харьковской губернии, в целых селах не было икон вообще, то есть, они исчезли годы. То есть, в целых селах обычные православные христиане, да, но они отказывались от икон, и, больше того, на исповедь не приходят, на причастие не приходят годами, вот, и они не говорят, что мы выходим из православия, это было уголовное наказание, но они и, как бы, и не практикуют вообще православие. И, значит, и священники писали доносы, просьба жандармам полиции навести порядок. Жандармы полиции приезжали, обычно зачинщиков находили, арестовывали, в Сибирь матушку отправляли, либо пароли, значит, экзекуции проводили, как, допустим, не только в Украине, в России тоже, в Орле, допустим, значит, Орловско-дворянское собрание писали дворяне некоторые об экзекуциях в Орловской губернии в то время, в это же самое время, начало XIX века и середина XIX века. Просто крестьян вызывали, сельских вызывали к храму, в храме обычно сидел полицейский, священник местный, законный староста, и ставили крест, икону, и все обязаны были поцеловать, вот как бы, ну, что они православные. Кто отказывался, священник с ними должен был провести беседу, или брали, полиция брали, значит, хлысты, значит, и, короче, секли этого, значит, крестьянина, порой повторяли, и не раз повторяли эту процедуру. В конце концов, значит, там писал, один из дворян писал дворянского собрания Орловского, что там пришлось целое село просто всех мужиков пороть, и не раз пороть, прежде чем они снова согласились, значит, целовать икону, начали стать православными. Вот, значит, но, вот такая история. И церковь держалась на репрессиях, вот, исключительно на репрессиях. И это было, конечно, очень таким, ну, это наложило отпечаток вообще, отпечаток на мышление, отпечаток на, вот, как бы, ну, даже Ленин называл, тогда священников, жандарма в рясах. То есть, в принципе, как бы, не все, конечно, были такими, но большую часть, к сожалению, они вот соответствовали вот такому определению, очень жесткому, конечно, определению. Но они мыслили как жандармы, они поступали как жандармы, потому что они были воспитаны с самого начала, с самых семинарий еще, как именно часть государственной репрессивной машины. Они себя так видели просто, поэтому, как бы, ну, они, как бы, ну, и виноваты, и не виноваты, будем наговорить тоже об этом. Они часть системы были. Вот такая история. Хорошо. Значит, далее, далее. Духоборы еще, когда их были тысячи еще, значит, их высылали в Сибирь, в Тамбовскую губернию высылали. Потом шла речь уже о сотнях тысяч уверовавших, их тогда стали высылать в Приазон. И вот Духоборы в Тамбовской губернии стали называться молоканами. В Тамбовской губернии, Духоборы в Тамбовской губернии стали называться молоканами. Не все, конечно, но это родилось, по сути, новое движение. Молоканство. Почему молоканство? Ну, от слова молоко. Вот, согласно отчетам жандармского там управления, их привлекали к уголовной ответственности еще и за это еще. За молоко, за молочную продукцию. Дело в том, что Духоборы, они церковных постов, как правило, не нарушали. То есть, как бы, значит, за это их не преследовали, по крайней мере. Вот, а молокане, они демонстративно нарушали еще и церковные посты многодневные. То есть, во время постов пили молоко, значит, там, значит, и, как бы, молочную продукцию ели. Вот, а это было уголовно наказуемо. Вот, обычно крестьян пароли при систематическом нарушении постов и постных дней, среда и пятница, то отправляли в Сибирь или изобревали в солдаты. Вот, но для дворян были штрафы, конечно, ну, многие дворяне, в принципе, они даже во время постов проводили баллы порой, значит, и платили просто заранее штрафы определенные жандармам и все. Вот, значит, а вот именно простые крестьяне расплачивались обычно, вот, значит, ну, своей шкурой, будем так говорить. Вот, значит, пароли и молокан судили, неоднократно судили за систематическое нарушение постов и постных дней. Это было уголовно наказуемо. Также заутаивание десятин, потому что они действительно отказывались давать в официальную церковь православную, значит, за это тоже судили их, давали сроки тюремного заключения большие. Вот, значит, то есть они были, вот, как бы, в неподчинении, вот, государству и церкви в этом отношении. То есть они, государство требовало всем посты соблюдать и постные дни, значит, и десятина обязательно в православную церковь. Они отказывались от этого, называя это, ну, несправедливым решением совершенно. Вот такие были истории. Хотя сами молокане обычно говорят, что дело не в молоке, вот, физическом, а в молоке духовном. Основатель этого движения Семен Уклеин. Семен Уклеин, это, его называют бывшим ультер-офицером, значит, там, в отставке, значит, кто-то пишет, что он просто был бизнесменом, значит, у него был свой бизнес, он шил и ремонтировал обувь и одежду. Значит, но в основном обувь, сапожник. Значит, свой бизнес по губернии он, Тамбовской, собирал заказы, значит, и выполнял их. Семен Уклеин, он говорил на допросе, здесь, в Питере, кстати, в Петровалской крепости, когда его в одиночку посадили, значит, где он должен был сгнить, собственно, значит, но он вышел на свободу, это вообще чудо, это целый рассказ, наверное, скажу так, человек в железной маске отдыхает. Так вот, значит, и на допросе он сказал, почему молокане они называются еще, потому что мы, говорит, возлюбили чисто словесное молоко, чтобы возрасти во спасение, вот, как бы, вот, его такое изречение. И до сих пор, в принципе, молокане, которые сейчас существуют, еще общины молоканские, они тоже в основном в Канаде, в США, вот, они так и говорят, вот это место писали, у них одно из самых любимых, что мы возлюбили чисто словесное молоко, чтобы возрасти во спасение, то есть, как бы, они с этим молоком связывают. Да, хотя, на самом деле, у многих из них был молочный бизнес, вот, по крайней мере, вот, я однажды со старым азербайджанцем ехал в купе в одном, мы ехали там двое суток по Сибири, значит, и, значит, было время пообщаться, и он говорил, что после войны он работал сборщиком молока, и в том числе в молоканских селах, которые возле богу были, значит, и, говорит, в наших мусульманских там, значит, хотя и мусульмане, но вот того, гляди, там и там обманут, и там, значит, разбавят молоко, значит, водой, значит, там, надо смотреть, вот, значит, а в этих молоканских селах можно было отдыхать, можно было собирать смело, что, значит, что там, ну, знаешь, что, вот, это, дадут правильно молоко, значит, и не разбавят его водой его. И на рынке тоже, приходишь в Баку на рынок, сельхозрынок, значит, там свой, хотя и мусульманин, но, говорит, может обмануть, и, понимаешь ли, бывает всякое, значит, вот, значит, а к молоканам подходишь, к молоканам, и вот, зная, что точно будет, точно вес, ну, сто процентов правильно будет все, можно не перевешивать потом даже, вот, значит, ну, это мне было приятно слышать, что, как бы, значит, хотя он мусульманин, значит, но хороший отзыв такой вот давал, ну, тогда еще после войны еще жили молокане там, потом, в большей части они уехали тоже, значит, сейчас в США, в основном, находится община молоканские, последние, которые выехали уже с Кавказа, сейчас отдельные бабушки живут там, дедушки, ну, это как бы, в аулах можно встретить таких тоже и за Кавказе, и на Кавказе. Это отдельные лишь проживающие молокане духоборы. Так вот, и молоканское движение, наверное, они были радикалами такими, большими даже. Кстати, Семену Клейн, почему его арестовали-то? Он организовал в Тамбове первую уличную евангелизацию. Это в то время, когда их арестовывали, сажали за это, представьте, это настолько, видимо, он был смелым человеком, наверное, ультрахаризматом был, наверное, я так понимаю. Около ста человек, братьев, поддержали его это решение, значит, и они зашли в город Тамбов, значит, по улицам разошлись всего города, и когда там пушка объявила в Тамбове начало, ну, полдень объявила выстрелу, значит, то, значит, они прям договорились. Так только полдень наступит, и все будем проповедовать Евангелие. Пока здесь приблизил Царство Небесное, значит, о Христе, веруйте в Иисуса Христа, и по всему городу Тамбову началась пробовать Евангелие. Конечно, там полиция, Жанармы даже поначалу не арестовывали никого, думали, ну, раз, ну, может, это уже теперь, можно уже, можно уже проповедовать так. Когда донесли генерал-губернатора, то он был в шоке вообще. Так это же пугачевщина, вообще, ну, вы что, это бунт какой-то на корабле. Приказал арестовать, арестовали человек 70, не меньше, значит, потому что примерно столько там в Сибирь пошло, вот, их всех пороли, там, значит, наказывали, держали на цепи, потом в Сибирь отправили, а Семену Клеина вычислили как главного зачинщика, значит, его буквально как пугачёва. Его в железо заковали, в железную клетку посадили, и на подводе, с рода солдат, отправили в Петербург, с Тамбова на Петербург. По дороге делали шоу, в каждом селе, посёлке, его выставляли, это, как мы видим, показывают в зоопарке, его выставляли, значит, и люди там бросали всякие тухлятины в него, значит, там, и говорили священники, это еретик опасный, это ещё хуже, чем пугачёв даже, это религиозный пугачёв, значит, там и прочее. Сектант, значит, там, говорили, что у него там врага уже растут, если присмотреться, значит, там копыта прорезаются, всё. Короче, всё, люди верили, как бы, даже в такие глупости. Короче, его с такими удержениями навесли до самого Петербурга, в Петербурге судили его, посадили его пожизненно в Петропавловскую крепость, в одиночку. В общем-то, была его судьба там умереть. Но, интересно, он от тут и вышел. Это вообще детективная история. Представьте, время было как раз Екатерины ещё, и Екатерина начала страдать бессонницей одно время, как раз консульство управления уже. Значит, и в то время не было телевизора, посмотреть, знаете ли, было лишь одно развлечение, значит, всякие новости, всякие страшилки на ночь, всякие книжки почитать. Но не сама она читала, понятное дело, она просто говорила там и кто надо читал. Вот. У неё было развлечение такое, читать всякие страшилки ещё на ночь. Вот, значит, о всяких чикатило ихних, всяких преступниках, содержащихся в Петербургской крепости, самых опасных политических преступниках, допустим, там, всяких там маньяков серийных, значит, которых содержали тогда, значит, тоже там. И их рассказы о них, их допросы, значит, и прочее, похождения их злые, там, все было описано в этих документах, и вот это все она читала. Знаете, как будто есть там программа всякие, там, эти всякие черепья, да, факты, события всякие. Вот, значит, она, значит, там, клацала своим, там, как-то пультом, пальчиком, значит, и, в общем-то, новости начинались. Вот, и представьте себе, однажды она была бессонница очередной, значит, и ей читали о всяких там преступниках, содержащихся в одиночных камерах у нее там, в Петропавловке. И прочитали про Семену Клейна, что вот есть такой, типа, новый Пугачев религиозный. И самое интересное, ее зацепил этот рассказ, ее заинтересовало, и она приказала его доставить в дворец. То есть, уже днем уже его доставили, значит, и в присутствии членов Сенота, Сената, она лично допрашивала, значит, этого Семена Клейна. И он, а он, когда его арестовали еще там, это просто, ну, сверхъестественная история. Когда в Тамбове его арестовали, и когда допрашивали его там еще, и говорили, что почему ты проповедовал на улице прям. Он говорит, а Бог сказал мне, что я буду еще царям проповедовать. Дурак, короче, все понятно с тобой, все ясно. Значит, и представьте, а он проповедовал царице. Вот буквально, то есть, как бы, вот, как вот исполнилось то, что он в Тамбове говорил, думали, что он сумасшедший. А он проповедовал царице. Вот, значит, и, так вот, значит, и настолько сильно подействовало вот это слово, которое он говорил. Ему дали возможность высказаться, значит, о своем вероучении, значит, там, почему он такой опасный преступник, значит, оправдаться или там, или осудиться там. Вот, он так все интересно сказал, что самое интересное, члены Сената и Сената возражали, но царица, значит, приказала его освободить, снять с него узы, дать ему грамоту охранительную, охранную грамоту и припроводить его в Тамбов домой, чтобы он жил последний год там у себя. Потому что у него было со здоровьем уже проблемы, он был уже больной уже, потому что он столько лет просидел в одиночке, в Петропавловке, значит, и, в принципе, ну, здоровье было бы подорвано уже, значит. Но он держался еще так молодцом, проповедовал, значит, все. И вот его припроводили в Тамбов, и он последние годы прожил у себя дома, ну, правда, по домашним арестам получилось так вот, и все время жандарм был при нем, значит, но он был со своей женой, с детьми своими, значит, в своем доме. И даже братья, которые приезжали, ну, Духоборы, Малакани, из его родственников, Поберохиных, Поберохиных были лидеры Духоборчества в Тамбовской области, в губернии. Они приезжали к нему, ну, вроде как по бизнесу, но и, значит, за духовными всякими наставлениями. Он с ними мог еще общаться, вот так вот, то есть, как бы, умер он в своем доме, значит, в кругу своей семьи. Вот интересная история этого Семена Уклеина. Малаканство, Духоборчество, с ними расправлялись жестоко, конечно, и их оселили в Приазовье. Я более подробно об этом рассказываю, конечно, на семинарах отдельных, это отдельная история. Но Бог, скажу так, совершил чудеса там, в Приазовье. Это вот Мариуполь, Бердянск, вот это все при Азовском море. Таганрог, вот это все огромное пространство, это все при Азовье называется. Так вот, эта территория от Мариуполя-Добердянска, она раньше даже крымскими татарами называлась землей Шайтана. Была мертвая земля, там ничего не росло, салончики, там, значит, там пустыня и все. Даже немецкие и голландские колонисты, которые при Екатерине туда селились, ну, они не туда, а севернее. Вот нынешняя Днепропетровская область, там, Донецкая область, они вот там селились наверху. Образовалось 70, с чем-то там, 72, по-моему, колонии, то есть немецкая и голландская колонии. А это, вот эти города, которые там сейчас на карте, они были основаны именно тогда, вот, 1750-е, 60-е, там, какие-то еще годы. Но в то время они назывались, конечно, по-другому. Там в Донецкой области был свой Нью-Йорк, допустим, значит, там, значит, Новый Амстердам был, значит, там, что еще там было, Лейпциг был свой, значит, там, колонии, там, другие города. А потом они стали называться, сейчас они называются Шахтерск, там, как-то там, Славянск, как-то еще там, Советский, как-то, они, названия все уж такие уже. Нью-Йорк, кстати, он существовал даже до Сталина самого, после войны уже, он был переименован. То есть, Нью-Йорк, это была сенсация, вообще-то, в свое время. Немецкое радио сообщило, что немецкие войска с боями взяли город Нью-Йорк. Значит, и, как бы, немецкие, эти думали, какой Нью-Йорк, ну что, мы уже в Америку, в Торумбии, что ли, получается? Оказывается, Нью-Йорк в Донецкой области. Вот, значит, а после войны уже, там, при ЦК КПСС, один из сотрудников штатных, значит, он был, место рождения его город Нью-Йорк в Донецкой области. В общем, дело, и Сталина, когда до него дошло, что у нас его Нью-Йорк, короче, он приказал переименовать его, значит, в какой-то там Новошахтинск или Новошахтерск, как-то там его переименовали. Там были шахты, на самом деле, угольные. Вот, и, так что я был бы там в Нью-Йорке. Правда, в Донецкой области. Да, интересно. И вот, они были основаны, эти города, и там Амстердам был, и Антверпен был, там разные были города, назывались они, Лейпциг свой был. Вот, они были основаны немецким, голландским, английским колонистами, европейскими. И когда эти колонисты к морю спускались, к самому Азовскому морю, и эта земля, по сути, бесплатно им предоставлялась, и даже еще за деньги, еще кредит беспроцентный был им предоставлен, за возделывание этой земли. Но они отказались. Почему? Потому что земля мертвая, непригодная. Грунтовые воды очень глубоки, и вода непригодная для питья. Хотя, больше того, никакой возможности не было туда провести что-то, и земля мертвая. Представьте, туда на мертвой земле ссылали верующих, вот этих молокан-духоборов, в начале тысячи, потом десятки тысяч, потом сотки тысяч уже там проживало, молокан-духоборов-молокан. Как они выжили? Один Бог только знает вообще. Вот, но они молили за эту землю. Сейчас, если кто приезжает в Приазовье, там сады, поля, все растет. Но до 18 века там ничего не росло, там была мертва земля. То есть, они молили за эту землю, благоставляли ее, грунтовую воду поднялись, теперь там колодцы неглубокие, и вода нормальная себе. Даже Азов-Сталь не смог истребить экологию там. То есть, природа там сохранилась, хорошая. И я там бываю, иногда, редко, но бываю. В Никобале проповедовала, там в других городах Приазовья. И очень интересный регион такой. И вот там есть река, кстати, она до сих пор называется Молочная река. Там не кисельные берега, правда, но река Молочная. И вот, значит, там проживали молокани, и духовторы проживали. И, ну, правда, потом были и репрессии по отношению к ним, конечно. Но какое-то время они проживали в конце 18-го, начало 19-го века, и времен наполеоновских войн, и потом. Они проживали нормально. То есть, их особенно не трогали. Даже, скажу так, до 30-х годов 19-го века, по сути, они там более-менее нормально жили себе. Распространялись. Много новых сел, городов образовывалось тогда, уже духовоборческих, молоканских. Туда и казаки бежали. Там тоже проживали и евангельские многие верующие, другие. Немцы тоже бежали туда многие. С одним словом, там образовалась целая республика. О них не знали особенно ничего в Петербурге. Но когда карты там переправлялись, перепроверялись, и приехали чиновники государственные из Петербурга, они ахнули. Они увидели поля, сады. Не солончаки, как раньше на картах было написано. Значит, там не мертвая земля, живая земля. Десятки разных поселков, сел, которых на карте нигде не было. Народ налоги не платит, живет себе. Плюс еще они напугались, знаете, почему еще чиновники эти? Потому что им сказали, что так вот назовешь на духоборье. Вот это да! Конечно, это вообще государство, которое нет на карте мира даже вообще. Но одним словом, был скандал. И эти люди так или иначе, их обязали вернуться в православие под угрозу смерти. Но они отказались. Хотя военные уже карательную операцию провели, уже фактически. То есть, их выгнали из сел. Типа концлагеря были организованы для них. Вот люди жаждали, голодали, но не соглашались вернуться в православие. Только лишь несколько семей согласилось. Им оставили их. И в их домах их оставили жить. А остальных всех, там сколько неизвестно, точно неизвестно. Вот один из историков пишет, забыл я, мариупольский как раз историк, пастор протестантской церкви. Еще книга есть такая его, несколько томов. «Просила России, дождя у Господа» называется. Может видели или слышали. Да, несколько томов есть. Называется «Просила России, дождя у Господа». Очень интересная книга такая. Исторический материал такой, очень интересный. Так вот, и там описывается, что порядка 300 тысяч, там и больше могло быть этих вот репрессированных. Их послали пешком туда, на Кавказ. Вот, на Кавказе они выжили тоже чудом. И жили там долгое время. До конца 19 века, одним словом. В конце 19 века начались репрессии по отношению к ним, и там на Кавказе, царским правительством. И спаслись они лишь благодаря вмешательству некоторых художников, поэтов, композиторов. Но, конечно, почти, ну, там, может 90% всех денег на спасение этих людей дал Лев Толстой. То есть, это вот его романы, это его заначки. И то, что он писал другим там, Дургеневым, еще кому-то писателям, чтобы они хотя бы немного выделили денег на спасение этих людей. Потому что, просто, ну, описание, не хочется на плохом заканчивать, но, как бы, описания были очень страшные. И вот, значит, и в Ясной Поляне, в Тульской области, возле Тулы, в Ясной Поляне, в поместье Льва Толстого, там до сих пор за стеклом, на стендах, вот эти вот сувениры от, как бы, делегаций, вот этих духоборов, молокан, потомки их. Вот, с благодарностью до сих пор помнят, вот именно, вклад писателя, вот, в дело спасения этих отцов. Да, друзья. Слава Богу, что живем мы в такое время, когда Слово Божие распространяется, как никогда раньше. Один из, вот, величайших проповедников в истории христианства, вот, и нашего времени проповедник, Билли Грэм, он сказал такие слова. На этом хочу, как раз, тоже и завершить-то. Он сказал, что за последних, там, 30-40 лет, 20-го столетия, обратилась к Богу, приняла Иисуса Христа своим спасителем, и приняла крещение в согласии со своей верой. Примерно столько же людей, сколько за всю предыдущую историю христианства. Мы живем в то время, когда исполняются не только страшные пророчества библейские, о войнах, о гладах, морах и прочее, но и хорошие пророчества тоже исполняются. А хорошее пророчество, самое хорошее, о последнем времени, что проповедованы будут все Евангелия Царства всем народам, возведительства, и тогда придет конец. И вот сейчас время такое, когда всем народам Евангелие Иисуса Христа проповедуется. Во всех народах, во всех странах, так или иначе, даже там, где запрещено, даже там Северная Корея, одна из самых таких, ну, на планете сегодня тирании страшных, где констагерях верующие погибают. Но даже и там, Слово Божие, проповедуются. В других странах проповедуются, в мусульманских странах. Я разговаривал с миссионерами, которые, ну, конспиративно, понятное дело, работают в Саудовской Аравии, там, в других странах, где, ну, за публичное исповедание, ну, смерть, знаете ли, и люди каются, дети шейхов каются, известных людей каются, даже, ну, скажем так, члены царской семьи королевской каются. Тайные христиане. То есть, Бог такой работы вводит. Мулы многие каются, шейхи каются. Вот, значит, и, правда, публично себя мало кто исповедует пока христианинам, потому что, ну, закон очень суровый. Я разговаривал с теми, которые публично покаялись. Им смертный приговор вынесен уже, но не приведем в исполнение, слава Богу, по разным причинам. Вот, один из этих проповедников, он приезжал к нам, значит, и проводил семинар, проводил конференцию там в Севастополе, проповедовал там, приглашали людей. И у нас в Севастополе есть община, кстати, наша церковь, где форматорская православная, там отец Юрий Куридица, Улбаш Кровкин. И, вы знаете, интересно, в Севастополе вот этот бывший мусульманский священнослужитель проповедовал. Он 29 лет был муллой мусульманским и закончил Каирский университет, получил степень богословскую в исламских наук. Вселенный евангелист, миссионер-евангелист. И рассказывая свою судьбу, он сам черный, чернокожий, франкоговорящий, его родной язык французский, из Африки сам. Но в свою страну он не может вернуться, потому что там уже смертный приговор. Все, в газете опубликовали специально. Даже его спасли его товарищи, тоже мусульманские священники, но которые его очень любили и любят, и переживали за него очень сильно. Потому что знали, что его убьют просто за его исповедание. А он прямо на конференции публично исповедовал Иисуса Христа своим спасителем, своим Господом. Хотя он целый год перед тем был тайно верующим. Он достал Новый Завет на французском языке своем и читал этот Новый Завет. А что повлияло на него? Чудо, которое Иисус совершил, Иса совершил в его жизни. Он молился намазом, умирая по сути уже от рака. Метастазы были по телу уже. Вот он на намаз без посредней помощи не мог опускаться, не подниматься. И он очень ревностно молился. Даже будучи уже больным уже, он числил самулой еще в храме, в своей мечети. Но он не мог исполнять обязанности, даже у себя дома молился только лишь с посторонней помощью. И достаточно метастазы были, но все равно он опускался на молитву и поднимался с молитвой. И когда он был в таком состоянии, он вспомнил слова одного черного юноши, которому говорил когда-то давно, что Иса это не просто пророк, он спаситель. И однажды, если будет тяжело, призови его, поговори, обратись к нему, он спасет тебя. И он совершил намаз такой, своими словами, после обычного намаза обратился к Иисусу и говорит, Исаисус, это не просто пророк, он сказал, спаситель, спаси меня, мне сейчас очень плохо. И вот Бог его спас, слава Богу. Вот, и это было чудо и духовного спасения, и телесного спасения, исцеления. Вот, и сегодня Бог спасает очень разных людей. Мы живем в уникальнейшее время, на самом деле, в удивительнейшее время. Вот в Грузии я познакомился с одним чеченом, который покаялся, просто сам покаялся. Он был с автоматом, с боекомплектом, он охранял свое село. И, значит, в Чечне, значит, был в дозоре. Значит, была угроза, что, значит, могут русские снова прийти, значит, и это было еще после второй чеченской. И он был в дозоре просто, и Моиса явился там. Он русских ненавидел, но самое интересное, мы обнялись с ним, он говорит, что я, говорит, первое, потом, после покаяния, кого обнял, это был русский. И вообще, раньше, то есть, Бог все меняет, абсолютно меняет вообще, мозги меняет вообще. И он оставил автомат там свой, автомат, он из ваххабистского тейпа такого, очень такого, ортодоксального, оставил все и ушел пешком в Грузию искать христиан, которые, ну, не мощам, не иконам поклоняются, а такие христиане, которые, ну, читают дружил, обращаются к Иисусу, вот так вот, к Иисусу. Итак, мы живем в то время, когда Господь сегодня, на самом деле, Духа немерую дает на эту землю, и великой честь ему послужить в это время, слава Богу. И где бы вы ни были бы, где бы ни трудились бы, среди православных, мусульман, буддистов, где угодно, пусть Господь благословит вас, пусть Иисус Христос будет вашим спасителем, и через вас Он будет спасителем многих-многих людей. Аминь. Отец, благодарю Тебя за этот день, благодарю Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты в нас, Господь, и Твоя милость, Господь Божия, милость не оставляет нас. Спасибо. Боже всемогущий, я благодарю Тебя, Господь, за этот курс истории христианской церкви, истории христианства. Благодарю Тебя, что мы за эту неделю, Господь, за эти пять дней многое прошли, Господь, из истории Твоей церкви. Но, Господь, конечно, это очень мало, и в сравнении с тем, что было за эти два тысячелетия, но, Господь, по милости Твоей мы многому научились, Господь Божий. И я прошу Тебя, пусть каждый из нас, Господь Божий, научится из этих уроков, из этого курса всего, Господь Божий, прослушанного, любить Тебя, Господь, и любить окружающих людей, держаться Тебя, Господь Божий, и взирать на Тебя, Господь Божий, и совершать спасение, Господь Божий, и идти до конца, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса. Аминь.